всем привет сегодня я айда молодец прям с утра встал и сразу же начал с наведения порядка и в качестве приза я себе выбрал мандаринки и еще а это яблоки а где моя форма вот она хурма кажется уже сезон наступил так что можно лакомиться как говорят такое слово есть помните я говорил что интересно наверно будет мои ворота смотреться изнутри за счет дырочек в прошлом влоге сейчас я покажу как это выглядит теперь закрываю вот такая красота и это было не слоумо это было как есть вот эта пленка на такая легкая укрывочную пленку это применяю просто теперь уже везде очень дешево очень тонко очень легко и не жалко выбросить вот что я говорил работа закипела вся стружечка у меня сюда все хорошо аккуратненько потом свернул не надо потом это все собирать по всему гаражу чего интересно еще сейчас увидел купил маркер перманентные все дела супер острый в общем если это в понимании китайцев супер острый то я даже не знаю заехал на почту получилось китай немножко ништяков уже забыл про них пришли гидрозатворы к сожалению без пробок надо будет что-то придумать но это ладно так тут всякое железо еще балаклава но это все фигня я еще купил коврик в прихожую зацените катаюсь по городу вижу что с северной части заходит огромная туча и скорее всего пойдет сейчас снег поэтому решил отвлечься отдел и заехать посмотреть на одно местечко вдруг там лед уже стал достаточно толстым настолько толстым чтобы я мог уже выходить на него и покататься на коньках пока спускался вниз и видел что лед уже кем-то встревожен поцарапан возможно тут уже катались до меня такие же желающие а может быть а может быть и нет сейчас подойду ближе посмотрим так даже лунки вижу я то есть уже вторая причина выехать на лед но это скорее всего уже когда снег упадет пока же его нет надо просто покататься и так что мы видим во первых вода поднялась я выхожу смело на лед почему потому что я вижу по его толщине что вам достаточно толстый да уже больше четырех сантиметров уже красота все вот пока вот эта гладь есть надо ее использовать а заодно еще поближе подъеду это летом здесь весной осенью сгребают и здесь не проедешь ну потому что просто грязно а сейчас все замерзла поэтому не вижу проблем проехать отлично настало ваше время там написано купание запрещено на про катание ни слова поэтому будем кататься даже дно видно классно и даже видно рыбок а тут лед трескается кстати видно толщину его ну да сантиметров 6 найдется а здесь уже дна не видно так все я сюда приду на рыбалку на либо не сюда на куда-то точно приду красота тут уже жерлица стоят вовсю стояли но по-другому я не могу объяснить вот так вот полоской установил сверление лунок обычно под жерлица так сверли так там вода шумит там может быть лед тоньше поэтому туда не идем так здесь вот вроде бы ничего вижу по пузырям воздуха да я не знаю в камеру заметно ли нет но я вижу как рыбки проплывают ой какая красота а вот он окунёк был а а вон еще а вон еще отлично так у меня же есть аквабокс если снегом не засыпет и я еще успею как раз выбраться на рыбалку то можно в принципе опустить камеру и поснимать рыбок мелких окуньков например вон они все было хорошо до того момента пока не пришел злой охранник из зонтового комплекса сказал что сюда кажется заезжать нельзя ну в общем попросил уехать потому что шейф его дрюкнет иначе в противном случае пойдем на встречу человеку решил не переехать а уехать сейчас покажу куда и зачем а пока еду вот я выезжая из дубового сторону белгорода похоже тоже один такой уникальный исторический момент сейчас снимаю с правой стороны от меня поле по поводу которого было много споров что-то будет строить что-то будут развивать там блатные участки районы аквапарк какие-то торговые центры и прочее 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 сейчас же здесь все перепахали в обработали землю и по слухам здесь должна быть дубовая роща и я смотрю сейчас какие-то там автомобили стоят и типа зеленохоз или кто-то такие ребята они занимаются до зеленение написано то есть вполне возможно что сейчас там даже саженцы и какие-то нот эти вот деревья которые состоят до дубки кстати вот что доль дороге стоят дубки их привезли уже саженцами с корнями вкапывают посмотрим что будет потом весна поле все засадят или только эту аллею ну вот он мусор какой-то был год здесь занимались целенаправленно стол и ставили и прочее но сейчас все съехала и даже видно что вот тут уже вся земля на просто вот вытоптана кругом очаги вот идешь и вот тут жгли вот тут жгли вот тут жгли вот тут жгли вон там жгли вот здесь жгли вот здесь вот здесь вот здесь вон там вон там вон там вот одна площадка здесь все жгли там дальше 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 и везде где побыл там и насрал ладно еще допустим хоть в кучу там сносит это еще пол беды в идеале конечно вывозили но вот вот это вот сейчас начнется еще период зимней рыбалки и тогда вообще начнется жесть тут все в говне будет просто вот в мусоре весь берег и вся вода так по поводу всей воды идет же водосброс он еще не прекратился и опять-таки уникальный момент здесь я раньше никогда такого не наблюдал так ну-ка-ну-ка здесь как-то мне страшновато здесь я вижу лед потоньше немножко а все-все-все-все тихо тихо спокойно дальше мы не идем потому что вижу здесь сантиметра 3 вот там пузырьки воздуха я по ним наблюдаю сантиметра 3 поэтому никого они вон там вижу мужиков выходят на лед уже но такие-то отчаянные ребята я вот не рискну например честно самое интересное что раньше по берегу здесь пройти было просто невозможно вода вот он бережок вот нам прямо его вот волной так подмывала было аж вон там то есть вот везде вот здесь это все было в воде раньше вот это все в воде теперь есть уникальный случай уникальный момент уникальная возможность до какого-то времени здесь вот вода находилась до получается во первых посмотреть как это то есть запомнить места мы выходим и вот они пошли ступеньки и довольно таки неплохо пошли они туда вниз вот ямочка тут уже прям сразу видно сверлись бурить и занимайся во вторых сразу видим обилие мусора это вот за все года зима и лето это все здесь мы в третьих самое главное мы сейчас идем там где в принципе в другое время года ты никогда в жизни не пройдешь проверка кирпич и до кирпич пробивает явный признак что рановато выходить очень рановато можно бутнуть и никто не поможет кричи не кричи хочу дойти до переката это уникальный момент где можно лазусь где-то место яма есть 9 метров под тем берегом и тут же рядом можно вброд перейти вот пожалуйста когда-то я четко помню здесь сидел ловил уклейку где-то в инстаграме даже фотка есть вот да вот они два места для сижи и его тут была вода то есть вот уровень на который вода опустилась в реке вот так вот и здесь тоже раньше сидел рыбачил а вот тут уже надо было дальше через камыши проходить там ходы есть либо вот одевать сапоги и прямо тут вот тут вот тут вот тут как-то пробираться вот ход тоже здесь он был чтобы выбраться к перекату дело в том что даже не все знают о нем о том что тут существует и здесь тоже такие козырные места то есть перепад глубин чайка отходит примерно как раз по краю и мы наблюдаем вот это самое явление интересное лед и не лед пожалуйста вот примерно по вот этой кромке примерно вот здесь а вот даже видим что там на глубину уходит вода а здесь нет обуваем сапоги и примерно по колено можно перебрестись на тот берег вот так а вот туда дальше он есть маленький и потому что дома раньше можно было заплыве только на лодке и что интересная вот сколько иду лед только вдоль берега чуть-чуть наблюдается немножко рокушки вот это все в воде здесь утиные гнезды здесь такую ничего вот здесь только на лодке раньше можно было добраться пешком но полный бесполезняк здесь было лазить потому что вот тут тина Вся вот эта Ил, муть Просто туда начинаешь Всасывать сапоги До свидания А вон там вот, да, какая-то уже частная зона Я знаю, что туда асфальт на мотоцикле проезжал Там отличная заводь Тихое место, потому что С той стороны от леса, с этой стороны Все в камышах И здесь никого быть не может Здесь единственное, что вот, да, проплывали на катерах дальше И все Я смотрю, народ сюда прогуливался Истоптали все, потому что интересно Все-таки посмотреть С вот этого ракурса На вот эти места, поэтому я сейчас тоже Использую возможность и Прогуляюсь, посмотрю Потом, дальше, когда дамбу Восстановят, такого возможности Попросту говоря, не будет И мы видим вот деревья еще здесь, да Пеньки опиленные Их так раньше не видно было То есть это нам напоминает о том Что раньше здесь было Русса немножечко по-другому проходила У реки И после создания водохранилища Здесь все эти территории Просто были затоплены Какая-то деревня там Еще что-то Подтопилось Все, дальше уже идти я не могу Потому что там грязно И не сильно замерзло Хотя можно еще, но я не пойду Достаточно И вот там, здесь И просто дальше Везде прохожу Я вижу очень много упаковок Вот червяки От блесен упаковки Опять-таки Офсетный крючок То есть Еще упаковки Прям по всему берегу Получается здесь что? Хищник сейчас активировался Так хорошо, что Ребята тут блеснить начинают Но наводит на мысль И на желание Конечно же взять тоже спиннинг Одеться потеплее Я сегодня перчатки вообще забыл И выбраться Сюда Звезды Ой, звезды Блесны покупать Полоснуть Ветер, зараза Уже это Подмерзаю маленько Оделся легко Поэтому надо уже в машину погреться Но вот те ребята Которые там вдалеке Которых на камеру, наверное, не видно На льду уже рыбачат Это очень отчаянные ребята Конечно Знаем поговорку Чем тоньше лед Тем толще окунь Но порой Ну и вон нафиг Жизнь дороже все-таки